Микс Ньюс Добрый день, экономист и юрист Игорь Мэйя у нас в студии. Добрый день. Несколько тем, которые мы хотели бы обсудить. Начнем вот в таком порядке последовательности. Выборы в Ярпарламент, которые пошли в субботу, но голосовать можно было в среду, в четверг и пятницу. Правда, я так понимаю, те, кто пришли на участок в четверг, ну, частично, наверное, в пятницу, были очень удивлены вот из-за этих всех многочисленных технических проблем, которые возникли, я такого, честно говоря, не припомню. В 21 веке какие-то компьютеры не работают, какой-то хаос, вообще непонятно, где голосовать, когда голосовать, на каком участке, можно на всех или только на одном. Кому-то письма пришли. Вот обо всем, может, начнем сначала о самом процессе, даже не о результатах, а о самом процессе. Добрый день, Абек. Я, наверное, все-таки немножко хочу сперва назвать некоторые цифры, за что боролись партии в Европарламенте. Да. Надо понимать, что бюджет депутата, который попадает в Европарламент, где-то составляет 360 тысяч евро в год. Если посчитать на всех 8 депутатов, сумма получается очень серьезная, где-то 2 миллиона 880 тысяч евро. А на одного, в принципе, 360 в год. Это без зарплаты. Это не считая его зарплату. Это то, что он может получить на консультантов. На рекламу, да? Ну и за офис, который надо содержать. То есть, в принципе, для какой-то начинающей партии это был бы очень хороший старт, чтобы немножко укрепиться, нарастить какие-то связи. И зарплаты еще плюс. Да, и плюс зарплаты. И, в принципе, этим шансом избиратели, которые не любят нашей партии, которые сидят в парламенте, или кого-то больше, или кого-то меньше не любят, они могли все-таки выбор сделать и другой, потому что реально 11 партий, которые участвовали, остались за бортом. Единственная партия, которая получила одно место, это Русский Союз, который находится в 13-м Сейме. Все остальные это парламентские партии. Да. И сейчас мы подойдем к тому, почему такой результат. Если пришли на выборы только 33,6% избирателей, которые, очевидно, разделились на две части. Первая часть – это те, которых все устраивает, которые лояльны к власти, их семьи, которые составили ту часть избирателей, которые проголосовали за Вену Атыбу, Кусты и Бупарь, Таузу Мэмбрию Бай Эллен Кафф. Вторая часть, я бы их обозначил, это наши, или наши бьют, которые, ну, извините, да? Так, условно говоря. Да, условно говоря. Который, электорат, который проголосовал за Согласие, за Нила Ушакова и проголосовал за Татьяну Жданок. Единственный из восьми депутатов, который в эту схему не вписывается, для меня, во всяком случае, это Андрис Америкс. Для меня немножко удивительно, что человек с другой партией, год с колпот Ригой, который участвовал в списке Согласия, все так дружно за его тоже проголосовали. Ну, наверное, большая дисциплина. Наверное, такие указания были, да? Вот так чуть-чуть зацеплюсь, сейчас мы продумываем дальше, но по поводу вот наших бьют. Не кажется ли вам, что при всем при том, что вы так, наверное, многие думали, наших бьют, и вот мы сейчас пойдем и защитим, что это и такой сигнал тем, кто их бил, если так можно сказать, что они явно перестарались, ну, демонизируя этих людей, фактически, ну, им помогают такие вот области. Я думаю, что, Абрик, вы правы. Я думаю, что все, что происходит в последнее время вокруг Рижской Думы, вокруг депутатов от партии Согласия в Рижской Думе, я думаю, что была какая-то критическая масса, что Нила Ушакова как-то надо было, ну, убрать со сцены, да? И для него был придуман, мне нравится английское слово «exit», да, «выход», как это сделать. Я думаю, эта постановка полностью получилась, и вы же знаете, что примерно если 3-4 месяца человека убрать глаз, о нем уже начинает забывать, не говоря уже там о 4-х годах, да? Ну, в принципе, вот этот сценарий, и успешно он получился. Что касается вот маленьких партий, хочу вас спросить, за них тоже определенное число проголосовало. Вот почему маленьким партиям кому-нибудь хотя бы из них, ну, кроме вот Русского Союза, да, мы уже об этом говорили, не удалось, знаете, как говорится, вставить ногу вот в эту дверь? Почему? Как вам кажется? Правда, не удалось и Парламентской партии союзированных крестьян, и КПВЛ не удалось, и даже новым консерваторам не удалось. Ну, почему вот никто из маленьких партий, как они не старались, им не удалось? Мы сейчас не будем, может быть, каждую партию в отдельности анализировать, но как на ваш взгляд, почему? Ну, я думаю, что основная причина – это нехватка ресурсов и финансовых, и людских. Да, у всех проблемы с кадрами, это правда, да. Если вот все маленькие партии вместе набрали, ну, там где-то 2% голосов, плюс-минус, то, ну, это, конечно, показатель, да, что… А нет такого ощущения, конечно, на последнее дело винить в чем-то избирателей, нет такого вот ощущения, что, ну, люди же, мы все понимаем, да, все мы люди, да, что зачастую и выборы воспринимаются как, ну, вроде бы надо, но вот, условно говоря, нет времени, желания, не знаю, настроения, еще чего-то, да, углубляться, смотреть, чего-то маленькие партии предлагают, кто это за люди. То есть, здесь, знаете, вот как вот, так не хочется говорить зачастую, что вот как рекламируют какой-то товар, да, в магазине ведь много порошков стиральных, да, но люди чаще всего берут, которые им каждый день по телевизору рекламируют, да. Вот, может быть, я бы анализирую, не хочется людей с порошком сравнивать, но вот люди смотрят, ага, вот эти люди на виду, вот мы их знаем, они в парламенте или они в Думе, а вот эти люди там, ну, менее раскрученные, мы как-то их не знаем, ну, что мы будем, так сказать, там, чего-то узнавать, читать? Здесь, я думаю, две основные причины. Это то, что Европарламент все-таки состоит из 751 места, и люди не верят, что там, ну, 8, или там кто-то новый, или два новых, да, что-то может сделать. Отсюда явка такая низкая, да? Да, низкая. Тогда они ставят на проверенных, по их мнению, людей, но в то же самое время они таким поведением априори не дают возможность появиться хотя бы чему-то новому, да, для разнообразия, чтобы, ну, посмотреть, да, потому что риск выбрать Европарламент там какого-то, ну, немножко вне этой системы, да, да, ну, мне кажется, он не такой уж велик, да, ну, что он там может сделать? И, конечно, я как гражданин, мне, ну, очень неприятно, да, что все-таки при таких бюджетах, как я говорил, да, где на всех 8 депутатов 2 миллиона 880 тысяч евро получается, это очень серьезный ресурс и для лоббирования, да, и для остаивания интересов Латвии, да, что они опять там разойдутся по каким-то разным депутатским Европарламентом, депутатским фракциям, и там и будет опять заниматься своими делами, да, и когда пройдет опять эти годы, приедут оттуда, и, как госпожа Григулы скажет, ничего мы там не можем сделать, это вся пустая, да, посидела я там и все, да, пустая болтовня, и, конечно, так их воспринимает, да, по отдельности, потому что если такая маленькая страна, у которой только 8 мест не может, даже здесь, да, как-то между собой договориться, как помочь стране, да, чтобы, вы же знаете, что бюджет Евросоюза – это 160 миллиардов, 160 миллиардов евро, да. Фантастические деньги. Да, ну и за эти деньги, конечно, все страны борются, да, борются за подряды, борются за субсидии сельскому хозяйству, которые у нас до сих пор самые низкие, да, поэтому у нас полные магазины товаров от Нидерландов, да, от Польши особенно, потому что, конечно, компонента транспорта, да, в этой сумме, она просто, ну, незначительна, если взять уровень, который получают крестьяне вроде в виде субсидий. Ну, вот как-то так. Конечно, еще один такой, ну, момент, который мне бросился в глаза – это то, что не прошел ни один человек союза зеленых и крестьян, да. Хотя они получили даже больше, чем 5%. Да, они получили больше, чем 5%, на 0,9% их определил Латвий, да, Русский Союз. Это примерно 4 только тысячи голосов, но все равно это было существенно. И большинство меня удивляет, что как раз вне Риги проголосовало 308 тысяч 510 избирателей, и эти избиратели, да, все-таки не предпочли в регионах, ну, отдать голоса столько, чтобы союз зеленых и крестьян попал в парламент, в Европарламент хотя бы с одним депутатом. Да. Извините, Абик, да, это тоже, ну, немножко настораживает, потому что, по мою мнению, да, эта партия в латвическом политическом спектре очень нужна. В союз зеленых и крестьян все-таки, да. Да, потому что у них все есть идеология, у них есть традиции довоенные, да, особенно, ну, крестьянскому союзу. И если эта партия на глазах так чахнет, да, и, может быть, кто-то даже заинтересован, да, чтобы так было, если взять еще контекст внутренней политики, особенно вопроса региональной реформы, да, то это очень плохие такие знаки, да. Да, вот еще, может быть, такой вопрос, чтобы закончить тему выборов в Европарламент. Все-таки, на ваш взгляд, кто-то должен ответить за тот хаос, который был вот технический, с выборами, письма не получили, значит, пятница, там, четверг было сложностью с тем, чтобы проголосовали. То есть, такое ощущение, что все делало, чтобы часть людей действительно не проголосовала. Ну, я вижу тут, опять-таки, недоказуемый, но саботаж. Потому что 33% пришли на выборы по этой причине. Я думаю, что было бы больше, особенно старшее поколение, которое живет в Риге и других больших городах, которая действительно в этой ситуации могла потерять, так сказать, навигацию. Я тоже, я живу в центре Риги, я в последний момент получил информацию по ЭДС, службе госдоходов. Хотя, казалось бы, где госдоходы и где голосование, да. Да, и второй момент, что действительно была очень серьезная агитация, особенно в Фейсбуке, да, где очень хорошим тоном и очень умным ходом преподносилось, что не надо идти на выборы. Вот эти два фактора, которые больше, которые меньше, я как-то не верю таким совпадениям, что я думаю, что все-таки наши ведущие партии и чем-то были напуганы, что может что-то произойти, чего они не ожидают, и были какие-то действия. Но это недоказуемо, потому что новый, новый руководитель ЦИК, да, Централ-Изб... Да, Централ-Избург комиссии, да. Она все-таки не новый человек, она там долго пробыла и во время господина Циндерса, и сказать, что там полностью новые некомпетентные люди, которые не могли в рамках Латвии это все корректно организовать, ну не, как-то это очень странно кажется. Хотя это ненормально. И то, что власть никого не наказывает, никого сигнал. И абсолютная тишина по этому поводу наступила, значит, те, кому надо, они свои цели достигли. Да, вот предваряя наш разговор, который будет после перерыва, выборы президента, которые вчера случились, я так понимаю, что многих даже тех, которые вроде ничего плохого по поводу господина Левица сказать не могут, Левица их, я думаю, что больше всего, не знаю, опечалило то, что, ну, фактически это были выборы без выборов. Было понятно, кого изберут президента. Президентом, ну, фактически конкуренции не было. Можно долго спорить, зачем это нужно было господину Шмидцу и господину Янсенцу в этом поучаствовать. Запись в Севи, там, не знаю, просто интересно подискутировать, да, напомнить о себе. Я не знаю, да, но я, наверное, соглашусь с теми депутатами Сейма, которые вчера выходили и говорили, что, ну, к сожалению, очень жалко господина Янсена и Шмидца, но они же здесь статисты. Ну, вы правы, потому что такой бесконкурентной борьбы я не помню на президентских выборах. Весь этот визг интеллигенции, да, уже, ну, несколько месяцев до, что у нас есть один только кандидат, который принесет нам благополучие и счастье. Близко к ангелу, буквально. Да, к ангелу, хотя, ну, если посмотреть, он вообще долго здесь не находился, и представление о реальной жизни, ну, я не знаю, на каком у него уровне, но это неважно. И это мне как-то уже напоминает время Брежнева. Я как все-таки жил, еще в это время был молодым, когда был один Леонид Ильич, да, все восторгались, аплодировали, и, в принципе, ну, и никакой кандидатуры. Да, вот и никто не спрашивал, нравится Леонид Ильич. И здесь тоже еще такой момент на этих выборах, выборов президента, который был первый раз, это были открытые голосования, которые какое-то время назад, через изменения Сатверсме протолкнул или пролоббировал, называйте, как хотите, господин Смилтенс, который поддерживали тоже структуры господина Сороса в Латвии. И я ничего такого особенно хорошего, да, в этих открытых выборах не вижу. Да, нам говорят, какой-то демократия, право наоборот, фактически действует железная дисциплина, да, голосование, и вообще никакой интриги больше нет. Так что, если так взять, что все-таки, ну, народ избирает парламент, и те, которые избираны, они уже находятся под жесткой дисциплиной и установкой кого-то, то вопрос, вот тут и демократия закончилась. Многие со мной не согласятся, но я там никакого эффекта, да, не вижу, еще особенно, когда кандидат только один. Да, ну, тут, конечно, так же самое, как, ну, это следующий вопрос, когда фактически неважно выдвигает человека на премьеру, на другой пост, но если у него нет допуска госстани, то он все равно этот пост не займет, хоть ему трижды доверили избиратели или депутаты. Так что это, наверное, отдельная тема для отдельного разговора. Еще, наверное, чуть-чуть успеем поговорить после перерыва Оливец и поговорим о других делах, наверное, которые интересуют, экономических, реальных, которые наши жители Латвии, наверное, касаются, интересуют, волнуют еще больше, не переключайтесь. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Закончим, наверное, тему господина Левица, новоиспеченного президента, и потом перейдем к таким насущным экономическим вопросам. Игорь Мэй у нас в студии, напомню. Вот все-таки, говоря о господине Левице, ну, понятно, что любой президент, когда он вступает должность, он должен что-то красивое сказать. Ну, господин Левица не исключение, он сказал, что я хочу быть президентом всех латвийцев, там, объединить богатых, бедных и так далее. А вообще, вот даже если бы он искренне захотел, у него есть вообще такая возможность кого-то объединить, да, богатых, бедных, ну, учитывая его полномочия и то, что фактически он зависит от тех, кто его избрал. Я бы не хотел сейчас говорить ничего очень хорошего, ничего очень плохого о господине Левице. Потому что его знает узкий круг людей, с кем он общался, по одной конкретной причине, он не жил в Латвии очень долго. Значит, его последнее место работы было судья в Европейском суде. Конечно, он с нашей элитой общался, они его знают, у них есть свое мнение по этому поводу. Но тот стиль, как коалиция его протолкнула, я так не могу иначе это назвать на пост президента, ну, был такой немножко несимпатичный. Ну, я тут не могу как-то упрекнуть господина Левице, но он на это согласился, и он согласился, если не будет конкуренции, да, но это, конечно, ну, очень странно, да. Ну, если человеку предлагают, но он не отказался, да, причем без каких-то проблем стать президентом Латвийской республики, да. Я хотел бы подождать сто дней, последить за его риторикой, за его приоритетами, потому что как юрист, конечно, я не сомневаюсь с его квалификацией. И если это поможет, чтобы парламент не принимал законы низкого качества, чтобы парламент просто не делал вещи, которые, ну, нельзя делать, или, может быть, даже меньше парламент, чем какие-то госструктуры, да, которые, скажем, ну, кому-то не понравится, не нравится там наш генеральный прокурор, да, и начинается фон под это подстраиваться, где участвует и президент. Вот если он не пойдет на поводку вот этой коалиции, да, которые, может быть, его руками, его голосом хотят решить какие-то свои меркантильные вопросы, он может и получить уважение, да. Я думаю, что сто дней надо подождать, и тогда уже все будет ясно. Потому что такая, ну, ничем не обязующая риторика, что я буду за всех, за все, ну, она пока, она не предметна. Да. Вот, говоря о других вот таких актуальных событиях, я так понимаю, что принят, многие даже не заметили, а на самом деле такой серьезный закон о возмутителях спокойствия, так, наверное, на русском это можно провести, перевести, «Троксмасс целая ликумс», вот я так понимаю, что он ударит и по частному бизнесу тоже. Многие думали, что это относится к гос-толктурам и сигналам о каких-то нарушениях в деятельности гос-толктуру. Я так понимаю, что частный бизнес это тоже касается, да? Частный бизнес это касается очень, потому что бухгалтерская компания, которая сейчас, ну, например, обслуживает несколько клиентов, она в обязующем порядке должна заполнить примерно 14 анкет на своего клиента. И в этих анкетах достаточно много вопросов. И они должны при первой необходимости эти анкеты сдать определенным нашим службам СГД и каким-то, если есть надобности, другим. И причем клиент об этом даже не будет знать, что такие новые обязательства на данный момент получили три вида профессий. Это бухгалтера, это те, которые обслуживают, юридическое обеспечение создает, и маклеры. То есть вот все, что связано с недвижимостью. То есть отчет и контроль, да? Он становится с каждым, ну, может быть, даже не годом, а месяцем все жестче. Поведение банков становится все жестче. Самое интересное, что сейчас уже те, которые более-менее серьезные цифры держат на счетах, банк начинает задавать вопросы, и чтобы клиент подавал информацию уже с 90-х годов о происхождении денег. Тогда вопрос, зачем у нас вообще был процесс нулевой декларации. Ну, если, если, ну, это, конечно, кончается компанией, да? Но все равно, с 90-х годов вы должны доказать средства, откуда вы получили. Ничего не произойдет. Просто, если вы в соответствующий период времени эти доказательства не предоставите, банк с вами больше сотрудничать не будет. Вы попадаете в определенный список, и, возможно, уже через какое-то время не будет и альтернативы сходить, ну, еще, может быть, сейчас, возможно, в другой банк, и открыть там свой расчетный счет для проведения коммерческой деятельности. Да, вот, что касается еще, наверное, таких актуальных вопросов, как-то вот со всеми этими выборами мы забыли и об экономической ситуации, и о том, что, хотя нам говорят, что все время экономический рост, ну, во-первых, мы знаем, что он уже чуть-чуть замедлился, во-вторых, мы знаем основы этого экономического роста, еврофонды, которые мы подъедаем, но, тем не менее, если я не ошибаюсь, внешний долг-то растет? Внешний долг растет, он уже достиг 1,4 миллиарда, мы все время выпускаем свои долговые облигации, потому что надо чего-то... Перепитаемся перекредитоваться, да. И, в принципе, даже если мы уже деньги не берем, и только чтобы могли перекредитоваться, внешний долг все время будет расти. И меня просто удивляет, насколько мало к этому вопросу обращаются наши государственные общественные СМИ, потому что здесь видна абсолютно конкретно причинно-следственная связь между внешним долгом, ростом налогов, проблем в предпринимательской среде, которые особенно это чувствуют, которые занимаются бизнесами, платят все возможные налоги, с уровнем жизни, дороговизной. Никто серьезно не хочет анализировать эти вопросы, и как мы дальше будем жить, потому что при этой динамике невозможно не поднимать налоги. Или демонстрации, которые в Латвии не происходят, как греки выходили на улицы, когда они сказали, ну, ребята, мы за такие деньги как бы жить не собираемся, в Латвии этого не происходит. А наша элита, она настолько послушна нашим внешним кредиторам, что при этой элите ничего измениться не может по сути. Да, вот вы мне до начала передачи еще сказали, что вот эти все изменения, как ни странно, коснулись и нотариусов. Они обычно тихо себя ведут, работа у них такая, и мы так много особенно об их работе не знаем, но, в принципе, те, кто сталкиваются, знают, что нотариусы там решают вопросы, связанные с наследством, оформление там долговых обязательств, может быть, даже каких-то поучительств, доверенностей и так далее, и так далее. Я так понимаю, что так тихо-тихо и в их жизни произошли в деятельности изменения, да? Моя сокурсница, с которой я учился вместе в юридическом факультете Латвийского государственного университета, давно это было, да, это было очень давно уже, да, 80-е годы, и она мне рассказала, что сейчас главные сделки, она в этом бизнесе уже тоже вот со времен почти что независимости, что сейчас главная тема для нее это наследство. Значит, много людей уходит в мир иной, оставляет наследство. Если раньше абсолютное большинство материальных вопросов были связаны с недвижимостью, с утверждением подписей, такими вопросами, да, это говорило о том, что есть какая-то экономическая определенная активность, то в данный момент вот вопросы о наследстве. А почему? Ну, потому что никто ничего не продает, ничего не покупает, это взаимосвязанные вещи, да? То есть, фактически, я так понимаю, на рынке недвижимости все-таки стагнация. Ну, представьте, если есть уже закон, что за наличные деньги, там, полторы тысячи, кажется, да, евро, нельзя покупать недвижимость, банки твои деньги не принимают, говорят, а где ты их там, где-то получил и чего. Как ты можешь приобрести недвижимость? Да, люди, которые, ну, может там, скажем, квалифицироваться на ипотекарный кредит, да, тоже там не так уж много, которые могут... Это правда, потому что когда мы говорим вот по поводу вот там кредитов на единственное жилье, ну, которого могут как бы молодые семьи получить, мы же понимаем, ну, может быть, еще какую-то советскую хрущевку однокомнатную не могут купить, но если речь идет о 80-100 тысяч, это же какой должен быть доход у этой молодой семьи, чтобы они квалифицировались на этот кредит? Я вообще смотрю с такой большой печалью, да, если нет родителей сзади, которые уже какой-то базис для молодого человека не создали, сейчас вот что-то начинать свою жизнь, устраивать при этих зарплатах, да, при этих условиях, которые есть в Латвии, и я, к сожалению, понимаю, что следующий момент, что эти молодые люди небесного счастья, которые обещают левец или что-то, кто-то другой, дожидаться не будут, они возьмут после окончания школы или вуза опять чемоданчик свой и поедет в другие страны есть такая возможность у них будет. Потому что здесь, я так понимаю, максимум, что он сможет сделать, это попытаться снять жилье, потому что, ну, купить за кредит он просто не сможет, так я понимаю. Ну, Запад так и живет, очень многие так живут, арендный рынок, поэтому там есть такой активный, конечно, это не феномен Латвии, да, конечно, это западные страны, очень много, очень мало людей, которые, скажем, может позволить жить в центре Берлина, в центре Лондона. Вот интересный вопрос пришел к вам как раз вот через WhatsApp, кстати, телефон WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, можно и звонить, задавать вопрос нашему гостю, вот такой вопрос, почему бы не возложить на ФКТК обязанность ограничивать производство банков по отношению к клиентам, кстати, такая обязанность у них есть, можно жаловаться ФКТК, но я так понимаю, что это общая политика, ведь банки не просто вот ковыряясь, я извиняюсь, носу и решили, что вот надо так действовать, видимо, ужесточие из требований к ним. Пабик, я вопрос перефразирую немножко по-другому, кто на данный момент является хозяином страны. Кто же это? Это такой философский вопрос. Я думаю, что внешний кредитор и то, что им нравится, и то, что они считают правильным, они спускают через определенные структуры вниз, и одна из этих структур и есть та, которую вы назвали ФКТК. И фактически ФКТК просто как бы исполняет это. Смотрите, там чего-то господин Путнич не соглашался по АБЛВ-банку, да? там настал момент капитального ремонта, который провозгласил наш новый премьер-министр господин Каринч. И под этот ремонт сам господин Путнич не соглашался. Хотя это независимая структура. Так что мне больше всего в нашей стране настораживает то, что вот этот пример и второй пример, который был сравнительно недавно по Дегловскому мосту, что мы начинаем нарушать иерархию власти, компетенции определенных уровней власти. Тогда скоро скажем, министр внутренних дел скажет, но надо там рынок закрыть центральный. И все? И все. То есть как бы он немножко, ну, по иерархии власти это как бы не его вопросы, да? Если это там какое-то нечрезвычайное положение или какая-то угроза атаки терроризма. Да, ну, более того, я так понимаю, что министр внутренних где может так и все мосты перекрыться, скажет, что-то они небезопасные, да, так сказать, и все? Ну, это настораживает, что эта компетенция уровней власти, она не учитывается. Это, кстати, к вопросу, вы тоже упомянули генерального прокурора, да, но министерство юстиции не имеет никакого касательства до генерального прокурора, однако же, вот, сейчас процесс пойдет. Они начинают жить не по законам, а по понятиям. Это уже немножко скриминальная тема. Да. Остается буквально несколько минут, договорились поговорить о региональной реформе, но вот, может быть, несколько слов все-таки коснемся. Вот, действительно ли она нужна? Потому что, если послушать какие-то рациональные аргументы, то их тоже достаточно. Людей мало, люди уезжают, к сожалению, вымирают, провинция пустеет, и государство не в состоянии все эти отдаленные вот эти волости и края содержать, надо укрупнять. Вроде бы, когда ты слушаешь эти цифры, вот мы о цифрах сегодня говорили много, вроде бы, да, логично, я вам опять задам встречный вопрос. У вас есть недвижимость за городом где-то в провинции? Нет. Понимаете, вот те, которые живут в Риге, они немножко не понимают этот вопрос. А когда у тебя есть хотя бы возможность часть времени провести в провинции, ты на это смотришь совсем по-другому. И, мое мнение, чем ближе находится власть, тем лучше провинция. я считаю, я вообще привержен к децентрализации, да, что есть, люди живут по принципу в хорошем смысле коммуны, да, у них есть рядом свой шериф, как в Америке, да, у них есть свой... А не за 20-30 километров. Не так, что ты звонишь и что-то произошло и тебе переключают с одного телефона и у тебя там все уже и ограбьют и не знаешь, что сделать с тобой, И тебя все переключают. оно все переключает, да. И музыка еще звучит. Да, еще будет. Нажмите цифру 1, нажмите цифру 2, а там уже все горит, да. Да, и тебе на месте есть хотя бы, ну, как это называется, второй уровень самоуправления, да, и хотя бы субюджет, да, где ты понимаешь, что ты туда, ну, свои там подоходные налоги и налог от недвижимости, часть подоходного налога, да, у нас же не весь подоходный налог идет... 80%? Да, да, ну, 20, 80% государство забирает. Нет, добавил 80% самоуправления и 20% государства. Ну, ладно, я вот уточню, но я думаю, что это вы не правы, да. Все тоже так думают, между прочим. И тогда, если ты хочешь какое-то, ну, заниматься там бизнесом на месте, да, чтобы ты быстро мог принимать там какие-то решения для себя, координировать с самоуправлением, конечно, лучше, чтобы оно находилось ближе. Территории бывают разные. Есть побережье, например, да, есть, ну, скажем, часть, которая внутри Латвии опять, но нельзя к всему подходить, просто взять линейку, да, или циркуль и начинать чего-то рисовать, да. Это очень скрупулезный вопрос, чтобы его так по сути решить. Да, да. Да, ну, что ж, посмотрим, но нет у вас все-таки опасений, при всем при том, что власть и эту реформу продавит, потому что господин Пуца сказал, ну, что ж, те, кто не хочет добровольно, мы объединим принудительно. Демократично? Демократично. Опять я задаю вопрос второй раз, кто хозяин страны? Я как-то не верю, что в голове господина Пуца, или там господина Пабрикса, или Кришта, или господина Каринша возникла эта идея. И опять вот эта анонимность вот этих всех проектов, она настораживает, какие цели преследуют эти реформы. Потому что в цифрах, да, никто не убедит, что надо объединять какие-то две самоуправления, чтобы сэкономить на бухгалтере, на электричестве, на воде, канализации, и еще на чем-то. Золотые слова, потому что я помню, кто-то из сторонников этой реформы был здесь, в студии, и я у него спрашиваю, я говорю, слушайте, это все, конечно, хорошо, а что от того, что вот две там, две власти объединятся, или два края объединятся, или кого-то присоединят к городам, вот дороги между ними от этого появятся, но чтобы доехать можно было, не только на танке, я извиняюсь, чтобы можно было на обычной машине доехать до них. Он говорит, да-да-да, это надо решать, но ничего конкретного. Может быть, с этого надо было начинать? Какая разница, что административно не будет, там, не знаю, вместо двух бухгалтеров будет один, если все равно доехать нельзя? Я думаю, что строится новая вертикаль власти, и будут центры, они хотят сделать так, чтобы были центры, те, которые периферии, они даже не интересны, как электорат, потому что главное будет, чтобы хорошо было тем, который живет в городе, ну, например, в Алмире, а все, что там вокруг, там, 100-150 километров, ну, в принципе, это не электорат. Ну, он там живет, там, какой-то своей жизнью, и так. Опять-таки, я сторонник того, чтобы власть была по возможности ближе к человеку. Да, ну, что ж, я думаю, что это, по-моему, очень точно, что власть была ближе к человеку, ну, и чтобы те, кого мы избирали, неважно, в какие структуры, они тоже были бы близки к человеку. Я понимаю, что мы можем только пока надеяться на это, да, но, к сожалению, вот у нас этот разрыв между властью и жителями все больше и больше, да, и то, что люди голосуют ногами, ну, то есть, не идут на выборы, а уезжают просто, это тоже ведь сигнал, на самом деле, такой очень серьезный. Да, и они уезжают не только за границу, они покидают место своего жительства, они перемещаются ближе к той же Риге, и если такую вот карту взять, я ее видел, то, в принципе, вот граница, где восточная граница, граница с Россией и с Белоруссией, она, в принципе, уже безлюдная, да, то есть, там мало кто остался жить в этих местах. Это точно. Игорь Мэй у нас в студии, мы уже договорились, что в ближайшее время пригласим нашего гостя действительно так вот подробно пообсуждать региональную реформу, действительно, вот с цифрами и фактами, да, вот уже, так сказать, и по числу жителей, и по тому финансированию, которое есть, ну, и тогда, я думаю, что продолжим нашу дискуссию. Большое спасибо.